Всем добрейшего четверга! В эфире еженедельная передача на дел. Меня зовут Сергей Табачников и мы с вами начинаем очередной выпуск. И перед тем, как мы начнем повышать ваше сознание, я бы хотел нежно попросить вас писать в комментариях только по делу, ваши мысли и обсуждения. Не нужно указывать, что происходит с Сережей. Сережа очень хорошо умеет банить и удалять все комментарии. Эта передача в первую очередь нацелена на повышение уровней мысли у населения, а не на обсуждение, какую сегодня Сережа надел рубашку или какие струны он поставил. Кто знает, может быть правой рукой сегодня я вытирал жопу, а может быть я какал два раза и каждый раз вытирался по-разному. Мы не будем гадать, передача немножко не об этом. Мы начинаем. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое дибокс, а точнее в чем разница между активным дибоксовым и пассивным дибоксовым. Частенько ты приходишь в студию или на площадочку и там тебе звукорежиссер говорит дибокс, я положил вон там, куда невозможно дотянуться. Это нормально. В чем собственно суть вопроса? Когда у вас есть инструмент с небалансным, несимметричным выходом, как правило он обладает небольшим количеством фона и очень легко уязвим для шумов и наводок. Для этого придумали специальную коробочку Direct Input Box, то есть коробочка прямого входа. Она создана для того, чтобы перевести ваш небалансный сигнал в балансный, симметричный сигнал. Симметричный сигнал отличает себя увеличенным уровнем выхода и крайне-крайне недоступен для упоганивания шумами и наводкой. То есть если, например, вы воткнулись в дибокс и дальше следующие 50 метров до пульта у вас идет балансный сигнал, который не подвержен разного рода потерям и наводкам. Что будет, если ты запустишь 50 метров обычного кабеля? Ничего хорошего из этого не выйдет. Во-первых, ты соберешь все говно, что есть в зале, кроме того потеряешь атаку и верхние частоты. Звук твой станет мутным и позорным. И вот пришел черед, ты в музыкальном магазине выбираешь активный или пассивный дибокс. Давайте я расскажу вам настоящую правду. Ни для кого не секрет, что я обладаю секретной третьей рукой. И с помощью третьей руки я наглядно вот с этой стороны покажу вам, как именно дибокс обрабатывает ваш сигнал. Что с ним происходит. Как мы видим, звуковой сигнал представлен в виде волны. Очень интересно. В виде волны амплитуды в 3 вольта. Это самые, что ни на есть, типичные врата директ-бокса. 3 вольта. У вас может быть винтажный выход где-нибудь 0.7, 0.5. Или более стандартный 2. 2.2, 2.21. Или у вас может быть супер горячий, модерновый выход 4. Или даже 5. Если ваш сигнал дает амплитуду до 3 вольт, то разницы пассивный или активный дибокс нет никакой. Если же у вас сигнал немножечко больше или множечко больше, то здесь и начинается все самое-самое интересное. Предположим, что вы подаете сигнал амплитуды 6 вольт. Что произойдет. Дело в том, что у активного дибокса границы немножко расширены. Как ноги у престарелой проститутки. До 9 вольт в среднем. То есть, даже если вы подадите на вход 6-очку, у вас все равно, обратите внимание, с помощью третьей руки я наглядно показываю это на графике. У вас все равно останется еще небольшой запас. Так называемый хэдрум. Или в народе ништяк. То есть, как бы вы ни старались перепердеть его, у вас ничего не получится. Дибокс будет принимать и отправлять сигнал без всякого клипования. А вот пассивный дибокс, это очень интересная вещь. В нем самое главное это наличие трансформатора. Не так важно какой фирмы сам дибокс, сколь важно какой фирмы стоит внутри трансформатор. Для чего он создан? Для того, чтобы насыщать и аналоговозжимать, не давать клиппингу проникнуть в наше сознание. Давайте обратим внимание на график. Тоже самое амплитуда 6 вольт была подана на вход. Вот раздвинутые ноги дибокса всего от минус 3 до плюс 3. И что делает пассивный дибокс? Правильно. С помощью трансформатора он немножечко сгибает вашу волну в местах, где она подходит к троечке. Но не так погано. Вот это сгибание как раз и зависит от трансформатора. Чем лучше трансформатор, тем более натурально происходит это выравнивание по кромке трех. У производителя эта функция называется Saturation. Насыщение, так сказать. Вы можете взять самый поганый в мире дибокс и это насыщение будет очень похоже на клиппинг. То есть фактически не будет разницы, взяли вы дибокс, не взяли. Хрен знает зачем. У хорошего дибокса внутри стоит хороший трансформатор, ну например фирмы Jensen. Который позволяет вам, если у вас очень горячий выход, немножечко его сжать, насытить сигнал. Так, чтобы он умещался в плюс-минус 3 вольта и при этом не клиповал. Происходит аналоговое насыщение. Можно даже сказать небольшой перегруз, который позволяет вашему инструменту звучать более музыкально. И помимо прочего пассивный дибокс, как мы можем догадаться из названия, не требует питания. А это значит он дополнительно лишает вас возможности получить какие-либо поганые шумы или наводки. И активный, и пассивный дибокс это прекрасные вещи. Нельзя сказать, что какой-то лучше, какой-то хуже. Каждый должен применяться по назначению. Если вам нужен теплый и прекрасный звук, немножечко подгруженный, аналогово замечен, то возьмите пассивный. Если вам нужен супер кристальный и прозрачный, возьмите активный дибокс. Вот в общем и целом разница между активным и пассивным дибоксом и зачем он вообще нужен. Если у вас есть какие-то вопросы, соображения или комментарии по теме, пожалуйста, пишите снизу на ютубе. По возможности попытаюсь ответить. Начну с этого выпуска как-то обращать внимание. Если кто-то принципиально не может писать на ютубе, пожалуйста, в твиттер. Там я тоже с удовольствием отвечаю на все интересующие вопросы. И дальше у нас с вами прекрасная ольховая гитара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как мы помним, не так давно у меня продавалось, корпуса, красноватый цвет, ольховый стратотастер. Никто не покупал, и я подумал, а не купить ли мне самому? И я купил. Купил, немножечко подрезал, подчекал, вставил, поменял. И теперь у меня ольховый стратотастер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все те же звукосниматели. Все тот же шалер P-стайл мегасвитч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень хорошо, что никто из вас не купил Потому что мне очень нравится Гитара действительно музыкальная И она не для задротов Потому что, к сожалению, в этот раз у Вармота не вышло покрасить как следует И лак с краской очень сильно конфликтуют Достаточно маленького-маленького столкновения И кусок краски отлетает прямо до самого дерева Я злостно-злостно искромсал корпус Пока консолидировал его с грифом и прочими гитарными элементами Отчего он приобрел легкий, сильный архивинтажный оттенок Который будет укрепляться с годами, сценами и ударами А то вы начали мне писать Сергей, что вы продали мне за дерьмо? Почему краска отходит? Не суть в краске, дорогие мои друзья Главное дерево Ведь если оно звучит, какая разница Есть краска, нет краски Отлетает она, не отлетает она Музыка для настоящих мужчин А не для коллекционеров Пизайнеров Музыка для настоящих мужчин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Спасибо за просмотр!